Приветствую вас. Речь идёт, вероятно, о любовной такой зависимости. Вот, если вы не можете не то, чтобы даже отпустить человека, а если вам чувства, которые вы испытываете, да, причиняют боль, речь, вероятно, идёт о любовной зависимости, то есть когда человек, например, идеализируется, вот, и, соответственно, на него, на человека, возлагается слишком много, например, надежд, слишком много желаний, с этим человеком связано слишком много надежд и слишком много желаний, вот, это с одной стороны. С другой стороны, вы сами можете, например, бояться, да, допустим, остаться одна, или вы приписываете человеку те чувства, вот, те чувства, те черты, те атрибуты, значит, ну, значит, убрать, которые вы хотели бы видеть у вас, вот, и в этом смысле вы нуждаетесь в этом человеке, вот, и именно поэтому чувства у вас не получается, значит, убрать, вот, но на самом деле, на самом деле, не нужно их подавлять чувства, да, подавлять не нужно, значит, нужно, чтобы, наоборот, вы позволили чувствовать чувства вам раскрыть, чтобы вы увидели, что вам нужно, да, чтобы вы увидели, чего, чего вы хотите, ну, вот, ну, вот, человека, для себя, вот, и, соответственно, это позволит вам не избавиться от чувств, а раскрыть их, не избегать их, не подавлять их, как вы делаете сейчас, а раскрыть их, вот, и тогда, собственно, вы увидите, что за этим стоит, вас это перестанет так сильно угнетать, вот. Конечно, конечно, вам всё равно будет тяжело наблюдать за человеком, вам всё равно будет тяжело встречаться с, тем, тем, значит, тем, что будет вам о нём напоминать, вам будет, вам будет, значит, ну, вам будет тяжело всё равно, вот, и тут, конечно, помимо работы с чувствами и работа с вашими собственными противоречиями, которые привели, вот, вот, ну, к таким последствиям, да, к такому результату нужно ещё и чисто на поведенческом уровне тоже отдалиться от человека чисто на поведенческом уровне, отстраниться от него, да, вот, и, соответственно, нужно исключить всякое взаимодействие с ним, наоборот, отвлечь себя, ну, постараться себя отвлекать, как можно больше уставать и так далее. Ага. Но ответ, ответ вам, он такой, пройди психотерапию, потому что у любовной зависимости есть свои причины, вот, всегда, у любовной зависимости всегда есть свои причины, вот. И, соответственно, да, пока эти причины разобраны не будут, ничего не изменит у вас, к сожалению. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вас интересуют причины, да, если вас интересуют причины, ну, я могу сказать так, что это страх, одиночество, отсутствие собственной значимости, не вернуть себе, низкая цена оценка, какая-то потребность, которую вы не можете удовлетворять сами, да, личная, вторичная выгода от такой модели поведения, родительский сценарий, вот. То есть, ну, вы, может быть, вот, не случайно влюбились в женатого мужчину, да, потому что боитесь серьёзных отношений, ну, по-настоящему серьёзных отношений, вот. Так что это всё тоже не случайно, не случайно. И вот какая из этих причин, а может быть несколько ваши, нужно исследовать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будратоночь», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok